Своя студия Добрый вечер, ребят Добрый вечер Бэнт, у тебя, смотри-ка ты, большой Андрей на гитаре Саксофон, на котором играет Тимур Алексей на барабанах Это что это? Еще что-то? Саксофон, баритон, лейта О, так, у кого больше музыкальных инструментов? Алексей поднимает руку Алексей, сколько у вас музыкальных инструментов? У меня много еще в машине Но играть вы будете, смотрите, бочка, да? Тарелки, что еще? И малый барабан И малый барабан, ну, так Ну, Дима просто с бас-гитарой И Юля с клавишами Юль, ну у тебя необычные красивые клавиши Да? Тоже с какими-то эффектами будет? Конечно Конечно Куда нынче без эффектов? А может быть, тогда сразу и сыграйте песню Чтобы мы все послушали всех в деле? Давайте Мы сыграем кавер на Стиве Уандера Нашу авторскую версию Его песни High Ground Вот, потом, может, пару слов расскажу о ней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, если всех посчитать? Антиквариат. А откуда он у тебя? Ну да, он шел ко мне долгой дорогой, но в какой-то момент мы все-таки встретились, и я понял, что он мне нужен. И вот, теперь мы вместе. А другие вам поможут у тебя инструменты? Подожди, у тебя... Еще один тоже с гравировкой саксофон. А, вот этот 56-го, этот 64-го, этот 56-го, да. Так что вот, у нас... Семья. Все, да, эксклюзивно в этом проекте. Звук аналоговый, настоящие, старинные джазовые саксофоны. А они иначе звучат, чем современные? Конечно, да. А в чем разница? Ну так примерно хотя бы. Ну в тембре, в каких-то особенностях механики. Хотя современные, они сделаны удобнее для того, чтобы прям вот безукоризненно играть академическую музыку. Но эти зато передают передают дух того времени, в котором они сделаны. И музыка, которая была записана на них там мастерами джаза, там Джон Калтрейн играл вот на такой модели саксофона. Вот это Mark VI тоже, ну не знаю. В общем, это лучший инструмент, который пока что есть. Саша, ты можешь такое же про своих музыкантов сказать, что это лучшие музыканты, которые есть? Ну как бы это априори, ну да. Ну да, они действительно лучшие. Вы давно вместе с ребятами? Ну в целом проект достаточно молодой, существует полтора года. И поэтому полтора года, в целом за полтора года вот мы и сформировали такую команду. С самого начала проекта вот, наверное, Андрей Кан самый угрюмый наш персонаж, но на самом деле самый добрый. Мы его называем злой кореец, но на самом деле он очень хороший кореец. А Андрей, ты скажешь что-нибудь, нет? Будешь отмалчиваться? Да. А еще вот тут редкий коллектив, который пришел вместе со своим музыкальным продюсером Алексеем, который тоже у нас сидит в студии и следит за всем. Алексей, что, если ребята неправильно что-то сыграют, штраф будет им или что? Да нет, будем обсуждать потом, выносить ошибки какие-то, работать над ошибками. А кто у вас главный по музыке? Алексей следит за аранжировками, за качеством исполнения? На самом деле это же такая большая командная работа. Все равно должен быть кто-то главный. Ну, скажем так... Кто главный вот по этой песне, которая сейчас звучала? Здесь просто есть вопрос вкусовой, профессионально и так далее, так далее. То есть как бы эту аранжировку мы сделали все вместе. То есть я вообще пришла к ребятам и сказала, хочу ее сыграть как вот только, как в баре, просто вот под такое пианино, топерное. А они такие, не, ну давай что-то, это скучно будет, да-да-да. И вот так в итоге мы ее утяжелили и, ну, мы все принимали в этом участие. Я не могу сказать, что вот один человек поднял руку, все написал и мы все повторяем. Каждый приносит что-то свое, мне кажется, это очень важно. Это не всегда, конечно, так. Все зависит персонально от каждой конкретной песни. Есть авторские песни, которые прозвучат чуть позже. И у каждой такой песни есть свой аранжировщик, человек, который приложил свой... Слух? Свою детальное чутье и слух, конечно. Поэтому тут, если говорить обо мне, моя функция скорее координаторская и скорее услышать то, что нам важно понимать относительно общего звучания проекта и относительно общего качества проекта. Поэтому скорее мне важно видеть и чувствовать, что качество не страдает и проект развивается. И мы добиваемся того качества звучания, которое мы определили в начале проекта, что мы хотим к нему прийти. Прекрасно. Но я не могу удержаться и попрошу еще одну песню. Хорошо. Следующая песня группы Morphine. Это одна из моих самых любимых групп. И она называется Take me with you. Take me with you. You want to begin again Pretend you're innocent If you believe You can convince yourself, I'm sure You can convince yourself This town never gave you much back Just rumors and the whispering attack This town is not your friend Never mind to lose out Take me with you where you go now Don't leave me alone Don't leave me alone I can't leave without you Take me with you Take me with you Take me with you where you go Take me with you where you go ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 You want to begin again? Pretend you're innocent If you believe You can convince yourself I'm sure You can convince yourself Take me with you where you go now Don't leave me alone I can't live without you Take me with you Take me with you where you go Take me with you where you go Take me with you where you go Take me with me, take me with you как хобби. Ну, как бы параллельно университетской учебе. Ну, подожди, много лет. Тебе самой мало лет. Правда. Ну, сколько? Мне сколько? Мне 25. Ну, видишь, мало. Ну, да. И сколько ты лет занималась? Шесть лет я ходила в студию до того, как... И вот, когда я поступила в магистратуру, у меня стало больше времени в университете, и вот я пришла к Лёше и... Давай. Он так улыбнулся. Ну, давай. Сделаем концерт такой, мой сольный. В итоге мы... Я думала, что мы сделаем, типа, вечеринку на мой день рождения за два месяца. В итоге мы готовили этот концерт год. Ничего себе! Да, и... Почему так долго? Ну, вот мы профессионально подошли к вопросу. Мы действительно очень много подбирали материал, очень много работали над материалом. Был сложный кастинг музыкантов. Мы все это делали со светохудожником. И все... Ну, в общем, получилось, что у нас получился абсолютно такой полноценный профессиональный проект. И после этого концерта мы решили, что... Что надо продолжать и работать? Да. И ты оставила свою магистратуру или нет? Нет, я сейчас в аспирантуре. Я не оставляю и учу. У тебя есть какая-то еще мирская специальность? Не музыкальная? Скажи. Ну, она тоже не совсем мирская. Искусствовед. Как бы... Такая... Ну, теория, как бы. Вот у меня теория и вот практика. То есть вот в таком тандеме между собой. А скажи, вот эта вот коробочка... У тебя перед Сашей... Я сейчас объясню. Перед Сашей стоит коробочка. Она... В ней... На ней 10 ручек. Они сверкают разными огоньками. И... Когда в песне были слышны какие-то эффекты звуковые, которые накладывались на Сашин голос, это вот Саша сама управлял, нажимая какие-то кнопочки. А ты можешь нам... Ну, вот сейчас в разговоре продемонстрировать что-нибудь? Какие-то эффекты? Да, сейчас продемонстрирую любимый эффект... Андрея, да? Который подсказывает тебе. Саша, сделай вот это. Саша, вот этот звук. Да, Андрей, так говорю? Угу. А как... А, вот. Вот это любимый эффект... Эффекта... Нашего Андрея. Нашего Андрея. Барри Уайт. Барри Уайт. Барри Уайт. Можно двойной Барри Уайт. Можно двойной Барри Уайт. Твой Барри Уайт. Это на всякий случай, это Саша говорит в микрофон своим голосом прекрасным, а коробочка искажает это всё. Ну да, собственно, такая... А как она называется правильно? Улучшайзер. Улучшайзер? Нет. Он смеется. Это называется... Вот такие все штуки есть. Вокально-гитарный процессор. Да. Какой процессор? Вокально-гитарный. А у вас что, один на двоих? Или у тебя сонный? Нет, просто его можно подключать и к гитаре, и... И к вокалу. И к вокалу. И к горлу. И гитара будет тоже вот как... Как с эффектом Барри Уайта будет звучать. На человеческом голосе. На человеческом. Ну да, то есть это такая универсальная история, которая позволяет экспериментировать с инструментами, в данном случае с моим голосом. Я думаю, может, это индорсен, индорсен, индорсен. А? Фирму скажу. А? Станешь индорсен, да. TC Телекон. Телекон, понятно. Не станешь, не станешь. Не станешь, все, ладно. Нет, да, я у меня как-то... Вот техникой пользуюсь, а название... Да, нам, девочкам, не обязательно название. Вот, да. Да. Главное знать кнопки, на которые нажимать вовремя. И я хотела вот про Юлины клавиши поговорить. Тоже у тебя какой-то... А это современный инструмент, скажи? Судя по наличию кнопочек, да. Но так он выглядит красиво. Такая красивая клавиатура, сами клавиши, как будто бы они несовременные даже немножко. Они чуть-чуть желтенькие, да. Чуть-чуть желтенькие? Как будто бы он хочет казаться старше, но на самом деле он очень молоденький. Да, такое бывает даже с девочками иногда. Они скорее бы хотят стать взрослыми. Да, бывает такое. У меня сестра такая младшая, она хочет казаться... Вот, вот. И клавиши туда же. И клавиши туда же. У тебя окружают люди, которые... Люди-инструменты, которые хотят казаться старше. Да. А скажи, а у тебя тут тоже много эффектов, да? Ну, есть, да. Ну что, покажи. Раз. Это начало для передачи пойдет. В космос. На самом деле это же как бы орган получается, то есть больше у него эффектов органовых, так скажем. Он подключается по миди еще к одной клавиатуре и получается такой как бы... То есть у тебя сейчас походный орган с собой? Да. Ты играешь на походном органе? Да. Ну, он вот, видите, он такой. Ох! Ничего себе! А у меня в связи с этим такой вопрос. Столько появилось сейчас в наши дни возможностей преображать музыку с помощью разных электронных эффектов. От этого интереснее играть? Или... Хотя, наверное, это не к вам вопрос, а к тем, кто начинал говорить давно. Не отвлекает ли это, собственно, от мелодии? Вот, что хотела сказать. Эффекты отвлекают от мелодии? Как вам кажется? Они не электронные, они нас отвлекают? Нет. Не отвлекают. Саша, отвлекают. Понятно, какую кнопку нажать очень сильно отвлекает. Но от музыки как от таковой нет. Может, внимание может рассеиваться периодически, когда так, а чтобы сейчас, но нет. А именно музыкально мы же не используем так особо много именно электронных приёмов, как в электронной музыке. У нас всё-таки лайф, абсолютно живой звук. Да, песня есть такой, был такой композитор Пьеро Умеляни. Он писал музыку для итальянской новой волны и всякую такую психоделическую, гангстерскую музыку. Вот. Очень интригующий звучит. Да, интригующий. И он написал одну мелодию, которая стала впоследствии таким боевиком мелодии. И которую вокал написал, пела только Сара Вон. И вот мы сделали свою версию этой песни. Питер Ганн, собственно. Это инструкция о том, как бросить гангстера. Ух. Питер Ганн, собственно. 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 языке мне кажется уже все очень хотят услышать эту песню песни про воробушка автопортрет такой музыкальный музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 красотой этой песни. В двух словах, о чём она? Собственно, о том, что я смотрю на себя в зеркало и вижу симпатичного воробушка. И... Ну, в общем, суть в том, что облака сгущаются и не дают мне взлететь, и ломают мои крылья, прежде чем я взлетаю. И дальше идёт обращение к некому воробушку. Приходи, обними меня там, в общем, ну, дай мне какое-то тепло. И только когда я лежу в твои глубокие карие глаза, я вижу там себя. Ну, то есть такое обращение внутрь себя. И дальше в следующем куплете как раз раскрывается тема, что я как бы и являюсь теми же облаками для себя же, как и для себя же являюсь воробьём. Ну, в общем, вот такая вот внутренняя история. Да ты философ, Саша. Ну, да? Приходится. Приходится? Вот, неожиданный очень ответ. Для философа приходится. Приходится быть философом. Ну, по-другому просто неинтересно. А я не могу опять не отметить, как ты общаешься с музыкантами. Ты общаешься, ты и на Юлю посмотрела. И Юля сразу расцвела, разлыбалась. И, ну, Алексей-то у нас там за барабанами просто млеет. Это человек-сироп, мне кажется. Да? Это вообще удивительный человек. Он, вот, вы можете так по нему не сказать, но он отец. Да, многодетный отец. И, да, действительно, один из самых весёлых людей, которых я вообще в жизни встречала. Я просто здесь отдыхаю. Я объясню. Да, да, да. На самом деле это чувствуется. Мне это пеленание в детей. Ну, есть такое вот. Видно, что Алексею очень нравится то, что происходит. Очень. И Саше ему нравится. И студия наша, да, тоже нравится. Да, я переезжаю сюда жить. Без детей, с детьми. Нет, знаешь, у нас тут дети тоже по коридорам бегают. А взрослые дети? Ну, так, разбег большой. Много? Много? Ну, скажи, сколько? Четверо. Они учатся у тебя на барабанах играть? Хотя бы старшие? Ну, один учится, да, остальные не хотят. К счастью. Получается что-то у того, кто учится? Ну, что-то получается, что-то нет, но старается. А сколько лет? А кто старший? Ну, у нас разбег такой одиннадцать, а точнее, девятнадцать, одиннадцать, шесть и девять месяцев. Да, серьёзно, действительно, разбег. Длину. Ой. Я тоже с вами расхохоталась слишком много. А ещё я должна отметить тоже, наши слушатели, может быть, ну, останутся равнодушны к этой информации, но всё-таки я должна об этом сказать. У нас из окошка студии видно тех, кто приходит в аппаратную, и там сбежалось очень много мужчин. Это не всегда так бывает. Да, но нет, столько народу набилось и пришли послушать, что происходит. Кто это у нас так дивно поёт? И ещё ты с саксофоном успела позаигрывать. Да. Даже не скажу с Тимуром, потому что в Тимур ты позаглядывал немножко в глаза, но Тимур был увлечён музыкой, а ты тогда общалась с саксофоном. Я вот, на самом деле, это мой самый любимый звук баритона. Я просто, я не знаю, он как будто бы проникает у меня. Я вот мечтала, чтобы у нас в проекте играл баритон. И вдруг Тимур такой, да у меня есть саксофон-баритон 60... Какого? 56-го. Нет, это 64-го. Ну, это 64-го, да. 64-го года, резной и... И весь в гравировках. В гравировках. В татухах. Ну вот, да. А скажи... Сейчас так что-то усмеялась, даже у меня мысль улетела. Столько было сразу вопросов. А скажи, на концерте ты со зрителями тоже заигрываешь? Ну, как не заигрываешь? Заигрываешь, это неправильное слово. Общаешься. Да, обязательно. Даже когда очень много народу? Даже когда очень мало народу. Даже когда очень много. Но мне кажется, это самое интересное. Ну, а вот вы же на усадьбе джаз играли? Да, играли. Там много слушателей было, наверное. Ну, первый раз, когда мы играли на усадьбе джаз, это было в Казани. И это, наверное, был первый раз в моей жизни, когда там было... Сколько там человек? Очень много. Ну, несколько сотен. Почти тысячи человек. Ну да, очень много людей было. И это было такое прям вот испытание, наверное, но мне было интересно, то есть как бы... То есть 10 человек в зале их увлечь, ну, зависит от того, пришли ли они на меня, пришли ли они слушать мои истории, потому что я все время между песнями рассказываю бесконечно какие-то истории, иногда что-то заранее готовлю, иногда что-то вот спонтанно происходит. Очень люблю рассказывать о своих песнях. Мне кажется, это очень важно, рассказывать о том, какие песни ты пишешь, особенно если это не свои даже песни, тем более на английском языке, как мы уже выяснили, что не все хорошо его знают. Мне кажется, очень важно подготовить зрителя к этой песне еще и не только музыкально, а вот именно что он будет наволнуть по смыслам. Интересно, подходишь к восприятию информации, наверное, твое искусствоведческое образование дает о себе знать. Ты очень подробно, наверное, как искусствовед, погружаешься в исследования арт-объектов, да? Да, у меня бывает. Это, мне кажется, с другой стороны, это такой мой бич, потому что я иногда слишком глубоко закапываюсь в информацию и в аналитику того или иного объекта, будь то песня или дипломная работа, или еще что-то, и теряю. А какой у тебя был диплом? Прости, очень интересно стало. Диплом и бакалавриат. Да, мое любимое слово. Я просто, я получала диплом и сказала его с ошибкой, все просто были счастливы, безумны, что я закончила МГУ и выговариваю это слово. Да, там и в магистратуре у меня была тема Джон Кейджи, визуальное искусство второй половины двадцатого века и, соответственно, влияние на авангардистский... Авангардистский... Я сейчас воды попью, немножко заговорилась тоже. Течение музыкальное и перформативное именно в российском тоже, в русском нашем, советском искусстве. Юль, ну ты не отмалчивайся, поддержи товарища. Тима Джона Кейджи, пожалуйста. А скажи, ты только с Сашей играешь или еще в каких-то других коллективах? Играю в других, в разных. В разных? Да. Вот как всегда вот мне интересно, как вот вы... Ну, не то, что вы, наверное, не прыгаете из группы в группу. Не ревнуют ли... Саш, ты не ревнуешь, когда у тебя музыканты в других коллективах играют? Ой, я наоборот все радуюсь и выхожу по возможности на концерты, потому что все это все равно разная музыка, и с другими коллективами ребята играют... Раскрываются иначе? Другую музыку, другой стиль, другой посыл. Юля просто поскромничает. У нее есть потрясающий авторский проект, джаз. Просто она сумасшедшая. Юль, не скромничай. Не время скромничать. У нее есть свои сольные концерты, и это очень здорово, когда есть такие вот коллаборации, и когда музыканты друг в друга проникают, играют в похожих им по духу проектах. Это здорово. Так что да, Юля Перминова, ходите. Это просто наш российский Роберт Гласпер, только в женском обличье. Юль, ну вот жалко, что ты скромничаешь сидишь. Нет, ну я... Я? Я... Хорошо, что у тебя есть товарищи, которые тебе рассказали. Саша, еще на русском песни, да, какие-то у тебя есть? Есть. Вот следующая песня называется «Выдох». Любимая песня для ребят, потому что они все время над ней издеваются. Ну так, по-хорошему. Вот. И тоже аранжировку написал для студийной версии. Вот Дима Белоусов, как раз наш басист. А вот эту нашу джазовую версию мы вот как-то... То есть у нас же разные программы. У нас есть состав, где у нас еще духовая секция, где мы играем такой оторванный совершенно фанк, блюз-рок и танцуем и пляшем, и с бэками. А есть джазовые составы. Ну вот это наш такой средний, стабильный... Средний. Средний. Ну я, знаешь, по-суммарному так решила. Наш стабильный состав и для джазовых программ мы вот сделали такую версию этой песни, и она очень красивая, мне кажется. Так что вот песня «Выдох» называется. Спасибо. В каждом слове тоска, в каждой капле улыбка, у тебя два зрачка, у меня две ошибки, у тебя две руки, у меня две обиды, у тебя длинный торс, у меня длинный выдох. У тебя на глазах Радость пьяных и мудрых, у меня на глазах Радость оборванных струнам, у тебя два зрачка, у меня две ошибки, у тебя две руки, у меня две обиды, у тебя длинный торс, у меня длинный выдох. У тебя на плече сидит маленький демон, на моем никого, даже он улетел бы, ты от жизни не ждешь ничего, кроме кайфа, я от кайфа не жду ничего. У тебя два зрачка, у меня две ошибки, у тебя две руки, у меня две обиды, у тебя длинный торс, у меня длинный выдох. Играет музыка, У тебя два зрачка, у меня длинный зал. Субтитры делал DimaTorzok 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 Друзья, мы должны попрощаться DimaTorzok Друзья, мы должны попрощаться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, прошу 150 Друзья, мы должны попуститься в эту авантюру, и мы с огромным удовольствием это сделали Друзья, да, вот, Андрей, скажи что-нибудь Да, скажет Андрей, скажи что-нибудь Да, 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 да Спасибо, содержательная Всегда на высоте Ну, собственно говоря, песня называется «Ноу» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это касает ура, Съёмки кончаются, ты превращаешься. Но, но, кто был никем, Кто стал ничем, в итоге, да. Ты разучился, испытываясь радость и путь, Кончен обратный отчёт и на счётчике. Но, ты разучился, испытываясь радость и путь, Кончен обратный отчёт и на счётчике. Но, кто был никем, Кто стал ничем, в итоге, да. Кто был никем, Кто стал ничем, в итоге, да. Улицы в лица, красавицы, люди без лиц, Ты единица в потоке. Своя студия